Уже в пятницу. Главная распродажа для стоматологов. Дентал Блэк Фрайдэй 2022. Оставьте заявку на сайте и получите доступ скидкам до 50% на стоматологическое оборудование на сутки раньше всех. Партнер акции интернет-магазин Стомшоп. Ты как раз таки являешься одним из людей, которые в достаточно молодом возрасте достигли определенного успеха. Ей фундамент залил, помогал. Она просила об этом. Мы купили несколько кальянов и начали сдавать их в общаге. Ты сиськи предоставил, да? Да, конечно. Мне важна была свобода. Как ты выживал, брат? Раньше было круто. Вообще все было на коленках. Чудеса какие-то. А какая разница, каким бизнесом заниматься? Везде есть деньги, то есть везде есть бизнес-процессы. Просто еще не время. Это для тебя легко, видишь? Я не в тусовке. Не в тусовке. Знаешь, не хочется никого мотивировать. Ну я-то им зачем? Хороший ортодонт. Стоп, 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 стоп. Слава, привет. Привет. Наконец-то ты у нас на интервью. Когда я писал список для всех возможных гостей, которые будут на стоп-маркете, там было примерно 30 человек, и ты был, наверное, третьим или четвертым человеком, которого я записал. Потому что ты достаточно давно ведешь свой инстаграм, достаточно заметен в этой сфере, но при этом, мне кажется, ты такой ведешь относительно скрытный образ жизни в этом плане. Я надеюсь, что сегодня мы ответим на вопросы, которые про тебя периодически задают. Поставьте, кстати, лайк авансом, потом, если что, вы берете, но я уверен, что вам все понравится. Слав, расскажи, пожалуйста, про начало пути. И ты часто об этом, кстати, рассказываешь в инстаграме. Смотрите, у Славы в инстаграме все ссылки будут внизу. Про то, как все это начиналось, как вот этот классный путь разворачивался с самого-самого начала. Я учился в Сибири, в городе Кемерово, окончил там медицинский университет и уехал в Москву. Переехал в Москву, поступил в медицинский университет, он был негосударственный, просто чтобы учить интернатуру. Это какой год был? Это был 2014 год. В 2014 году я окончил университет. Переехал в Москву, поселился в Подольске, снял комнату в квартире и устроился на работу. Устроился сразу в место, чтобы практиковаться. В общем, там по знакомству получилось, что меня устроили в государственную клинику делать съемники. Это было первое место. Я ездил туда один-два раза в неделю. Дальше устроился работать ассистентом стоматолога, с Подольска я ездил на Уикино. И устроился еще врачом по найму. Клиника была на Новоградском проспекте, только открылись. Там было два кабинета, ни одного врача. Я был первым врачом универсалом. В общем, так, примерно, начался мой путь. 40 тысяч рублей в кармане у меня было, которое я накопил со студенчества. В студенческие годы работал и помощником врача, кальянщиком, барменом, где только я не работал. Дальше я как-то начал зарабатывать денег. Понимал, что мне просто хватает заплатить за квартиру, поесть и все. Но понимаю, что у меня просто потолок физически в виде дней. То есть 6 дней в неделю я работаю. У меня просто не хватает энергии, сил для того, чтобы больше сработать, обучиться. Короче, вот эта катавасия продлилась, я не помню, сколько, полгода, по-моему. И параллельно я устроился еще работать курьером по воскресеньям. Развозил чехлы автомобильные. На самом деле меня не напрягало. Я просто ездил по метро. Мне нравится ездить. В метро я еще не езжу, правда, но раньше мне нравилось. Ездил по метро, изучал метрополитен, смотрел Москву. А сколько тебе лет было в 14-м, получается? 24, по-моему. 24? Да, 24 года. Что я делал параллельно? Я всю жизнь мечтал заниматься бизнесом. У меня отец серийный предприниматель, скажем так, еще из 90-х. Серийный? Ну, серийный, что значит, бизнес заканчивается, другой, 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 другой. И для меня это была такая некая ролевая модель, что мужчина должен денег зарабатывать сам, должен бизнесом заниматься. И я всю жизнь хотел просто заниматься каким-то своим делом. Вообще, на самом деле, я не думал, что я буду связывать свою жизнь потом со стоматологией. То есть я думал, что я буду работать стоматологом и параллельно заниматься каким-то бизнесом. Вот. Я начал изучать просто маркетинг, начал изучать все, что связано с бизнесом. Просто начал посещать какие-то лекции, смотреть просто бесплатные видюшки на Ютубе. И, в общем, меня это как-то заряжало. И я начал что-то делать. Начинал я с того, что... Я потом расскажу, что это все связано со стоматологией. Я начинал с того, что я настраивал, начал настраивать рекламу. Ну, там, таргетированная реклама, ВКонтакте, Яндекс.Директ. Потом научился сам делать сайты, потом предоставлял свои услуги как подрядчик для бизнесов, для маленьких. Ну, подожди, подожди, мы сейчас далеко зайдем. У нас давай все по порядку, а то мы сейчас все зрители запутываются в многообразии твоих увлечений. Вот когда ты еще работал врачом, вот ты закончил Кемеровский университет. При всем уважении к Кемеровскому университету, я очень сомневаюсь, что там дают препарировать подвиниры и какие-то современные крутые протоколы. У кого ты учился? Как вот ты получал свой какой-то уровень? Я приехал в Москву, посмотрел, сколько стоит обучение у Бабурова. Тогда оно стоило 80 тысяч рублей. Я понимаю, что у меня в кармане 40, я зарабатываю там еще 60 примерно, там 50-60 мне не хватает. Вот, и я как бы поставил себе какую-то такую небольшую цель. Первой задачей было накопить денег и поехать к Бабурову. Я поехал в Бабурову, потом начал покупать онлайн-вебинары, то есть вот таким образом. И начал сразу применять. Просто я понимал, что если я съезжу на учебу и не буду применять это на практике, то нахрен мне все это было нужно. То есть ты съездил к Бабурову, плюс онлайн какие-то... Я постоянно, да, обучался. Процентов 20, наверное, от своего бюджета я просто тратил на какое-то обучение. Копил, что-то деньги какие-то оставались, я их просто откладывал. Я понимаю, что, ну, может чему-то еще поучиться. Вот, да, ездил к Бабурову, там, покупал курсы Першина, что-то вот... Ну, вот все стоматологи топовые, которые есть, у них, собственно, и проходило обучение. С Александром Першином, кстати, у нас интервью на канале, ссылочки тоже все есть, кто не видел. Смотрите, Александр Бабуров, может, тоже будет. Напишите в комментариях, если хотите его увидеть. Вот, в общем, Венером учился так. Смотрел, как делают топовые коллеги и практиковался сам. Слушай, а вот такой момент. Когда ты приезжаешь в Москву, и у тебя особо денег нет, и, в принципе, много людей, и много, скажем так, уровней стоматологии, то есть есть там самое, условно говоря, дно стоматологии, есть там средняя стоматология и там высокая стоматология. И в процентном соотношении, конечно, вот это дно стоматологии, оно, наверное, занимает все-таки большую часть. Как не попасться вот на этот соблазн быстрее зарабатывать бабки, начать колбасить и просто сбить руку? Потому что, как бы, денег нет, красивая жизнь, огоньки Москва-Сити, а тут можно, как бы, быстренько заработать, потому что, ну, спрос все-таки на дешевые, быстрые, не очень качественные услуги, он все-таки, как в любом большом городе, он велик. Вот что помогло тебе не скатиться, скажем так, на вот какие-то дешевые, быстрые работы, и что ты вот именно купал какие-то курсы, ездил на образование, ну, это образование получалось серьезное? Ну, это, наверное, просто внутренняя мотивация сделать что-то лучшее. Ну, то есть, я на каждом этапе своей работы понимал, что, да, я когда-то делал говно, я когда-то делал не очень хорошо, но потом, спустя время, я сам находил этих людей, понимая, что вот где-то я что-то не доделал, и переделывал им потом бесплатно. Что не они тебя находили? Да, я сам их находил, приглашал, понимал, что там, ну, какие-то свои недоработки, я им переделывал просто бесплатно. Уже когда клиника была? Да, когда уже клиника. Много таких случаев было? Три точно, вот, остальных не знаю. Остальных не нашел? Нет, на самом деле, ну, немного, я понимал, что там есть косяки, но они такие незначительные, но понимаю, что пройдет время, люди там что-то заметят, будет недовольство, и, как бы, я наперед, лучше сразу. Вернемся к этому этапу, да, что ты работал, получается, полгода, ты говоришь, продлилась там эта катавасия, а какой следующий был этап, что дальше? Следующий этап, вот, я научился приводить клиентов для бизнеса, научился настраивать рекламу и подумал, почему бы не попробовать это на себе, вот, и начал со странички ВКонтакте, и просто начал приводить себе пациентов в клинику. А много ВКонтакте, кстати, вот все же ломятся в Инстаграм в основном, а ВКонтакте вообще качают, на самом деле, нормальная площадка? Ну, вот, сейчас все ломанулись ВКонтакте. Ну, сейчас-то это, можно, единственная площадка, а тогда вообще, когда Инстаграм был на коне, скажем так, то ВКонтакте вообще был смысл какой-то здесь? Много народу приходило? Когда я только начинал, на самом деле, Инстаграм еще так, не был прям в топе, вот, так как я был вообще из Сибири, там, ВКонтакте больше качал, и мне эта площадка была больше знакома. Но она работала, пациенты приходили, люди приходили, там такие же пользователи, как и в Инстаграм, просто формат... Что ты туда выкладывал? Кейсы какие-то или... Кейсы, просто начал вести страницу, отзывы людей, там, какие-то статьи писал полезные от себя, и все, люди начали просто реагировать. Раньше не было такого, что там куча стоматологов что-то пишут, выкладывают, показывают, рассказывают, и для людей это было ново, и им-то было интересно. Это цепляло, было какое-то доверие, сейчас этого нет. Сейчас намного сложнее все это делать. Вот, вообще, начал с ВКонтакте, начал проводить себе пациентов в клинику, где работал по найму. Через месяц-два пациентов было столько, что я понимал, ну, какого хрена я здесь делаю? 70-80% людей, которые заходили первичные, были мои. А я подумал, что, ну, наверное, можно уже куда-то идти дальше. А параллельно я еще устроился в одну клинику, я не знаю, как меня еще взяли, я еще был такой, ну, как бы зеленый, скажем так, молодой доктор. Сырой. Да, ну, клиника была достаточно высокого уровня, там было всего два кабинета, но она такая, какая-то закрытого типа, на Патриарших прудах. А я читал, у тебя в Инстаграме что-то там по приглашению только можно... Да, и туда привозили, вот я помню, что там такая крыша была панорамная еще, привозили там женщин с охраной. А как они тебя взяли вообще? Ну, я не знаю, ну, после того, как я отработал, я отработал месяц и говорю, что я, наверное, буду уходить. А я тогда впервые в жизни заработал там 150 тысяч рублей, по-моему, по найму. И он мне вот так немного покрутил у виска, говорит, слушай, ну, владелец увидел в тебе какое-то, что ты увидела, наверное, ты, как бы, теряешь... Возможность. Теряешь, да, большую возможность. Вот, я, конечно, в тот момент немного сомневался, но понимал, что я хочу другого. Вот, и это было последнее место работы, где я работал, ушел и ушел работать уже на себя. На аренду? Да. То есть ты арендовал кабинет. Да, я. Расскажи вот про этот этап, потому что тебе-то сейчас, получается, ну, скрывать нечего, потому что ты его уже прошел, и ты сейчас на аренде не работаешь. Расскажи вот всю подноготную для людей, которые все равно хотят же начать с этого, потому что, ну, трудно сразу с найма, сразу клинику свою открыть, тем более в Москве. Все равно вот этот маленький этап, попробовать свои силы, как оно вообще самому это все вести, все равно, ну, большинство, оно как бы настанет, и люди как-то так вот скрывают этот момент. а тут можешь рассказать как вот это все проходило вообще где-то находил кабинет как кому-то делегировал вообще полномочия что ты делал там с кем-то бумагами подписывал ты не подписывал как все было все было просто ну я не знаю как в других городах в москве просто заходишь и у тебя целый список кабинетов которые сдают я на авито или куда-то заходил да по моим обидно да я там нашел передавал кресло работал с трех часов дня три дня в неделю занимался только винирами и какой-то мелкой терапии я умел сколько тогда была стоимость сколько ты брал видеть до 20 18 что ли виниры по 18 только только народ был настолько в контакте приходило много людей на виниры а нет что и в момент я еще начал правильно заниматься инстаграме ну не стой на тот момент было всего там пару стоматологов которых я там знал вот в инстаграм что вот есть стоматолог который выкладывает зубы супер популярны супер классные там кого ты помнишь тех времен кто были я помню виктор прокопович давно тоже начинал делать петербургами нас знаю тоже интервью и нужно есть нет ни то есть когда делал был такой доктор и of него там были голливудские белые зубы виниры вот я думал как классно вот ну потом конечно как бы мы эстетические предпочтения поменялись вот и но это был первый человек на которого ориентир когда ориентирует в инстаграм популярный доктор и в принципе я начал делать практически то же самое то есть у меня были какие-то кейсы какие-то фотографии я начал просто выкладывать просто что-то писать и получил огромный отклик я мог выложить какую-то фотографию со съемниками выкладывал до и после не могли 300 человек писать реально то есть это настолько свободный рынок был один вообще было все свободно я мог разместить рекламу в паблике в каком ты мне и за ночь мне могли там не знаю прийти там по три тысячи человек подписаться на меня чудеса какие-то сейчас люди локти кусают сейчас это боксами там виниры вид супер идеальные там один лайк то что их уже навалом везде то есть это было круто и раньше было круто другом аренда то есть ты арендовал три дня неделю как его дела обстоят вот с бумагами многие переживают что там они чеки не чай есть есть клиники где ты можешь устроиться достроить до дать все бумаги просто плачет дополнительный процент для меня это было важно потому что ты сам спишь спокойный и акцентом какая-то гарантия безопасность да и для клиник которые представляете место что они понимают что врач как бы не совсем ну да с улицы куда а как ты вел именно записи там заметках или какие-то гугл новости то есть как ты вел запись у меня была вот в журнале в бумажке продав ничего не было никакой каких заметок никаких таблиц excel и программ x ничего не было я всю базу потом перенес из моей записной книжки уже он полноценно в таблице полноценно в программу так все и власть на коленках все было вообще все было на коленках ну такая работа но изначально я какие были сложности с арендой наверное на первом этапе это просто не знаешь там всякие материалы взять но это временно буквально недели все вы знаете где взять лучший материал или как ты решил этот вопрос то есть ты просто сидел смотрел где чего взять и сам сидел изучал как всегда да ну это 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 больше технический момент прошел быстро и я как-то даже сумму помню что были прям такие сложности основной упор у меня был на я понимал что мне нужно платить аренду мне нужны пациенты и мне нужно это как-то как бы двигать дальше через месяц я уже начал набирать какую-то команду ортодонта понимал что я не все могу зубы заточить и это не нужно нашел ортодонта нашел терапевта взял еще 1 стоп 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 вот тут как в том видео вот с этого момента поподробнее вот это самое ключевое и сложное что вот как раз о чем мы с тобой до съемки разговаривали как набрать свою команду потому что один в поле не воин абсолютно стоматологии ты не можешь уместить абсолютно все учитывая специфику и команда люди как раз таки которые с тобой вместе делают то есть ты должен быть сам крутым врачом и команда должна быть крутая и connect должны все находить вот как ты вот так нашел себе свою команду которая хотела бы и на каких условиях ты с ними вообще все это строил и первые люди были через знакомых то есть я работал по найму у владельца был сын у него был знакомый друг который был стоматологом я просто взял с ним слышал про него что он хороший ортодонт познакомились понял что он такой же молодой кайфовый парень как и я ну и в общем сработались предложил ему поработать со мной я не помню какие условия были ну то есть как ты ему сказал что я беру тебя на работу в земле не условно говоря в доктор мне их давай 50 на 50 то есть работал на аренде я говорю слушать если я я кабинет арендовал мне арендовую у меня есть пациенты которым нужна ортодонтия ты можешь мне помочь да давай поработаем все я давал место закупил материалы и вот как так начали потом мы подумали блин нам нужна терапия потому что я и заниматься не хочу не буду есть люди которые сделать намного лучше чем я вот мы начали искать терапевта нашли терапевта через него потом взяли еще одну терапевта через девочку которая была терапевтом и вот так я я не выкладывал вакансий на хатхантер куда то есть это было вот так через бекторов а какие то вот тут еще какой подводный камень что вот ты набираешь людей по большому счету они никак ну особо сильно не связаны какими-то документами с тобой или еще чем-то какими-то непосредственно то есть по большому счету все на дружеских каких-то взаимоотношениях если какой-то конфликт интересов то есть какой-то конфликт с пациентом то есть какой-то сложный например случай неудачное перелечивание не двигаются зубы пациент хочет забрать деньги или еще что-то или там хирург сделал имплант он не прижился как вы решали этот вопрос потому что ну вот как у вас сосуществовала как эта система правил штрафов их или еще чего-то такого не было но всегда за все тачал я я понимал что это моя команда я несу за них ответственность я их нанял и за все отвечаю я были какие-то шарфовать какие-то да ну незначительные изначально просто все работали в кайфовой обстановке все надо развиваться да все хотели развиваться все друг другу нравились все работали над общей идеей все были условно молодые таких вопросов не было какие-то штрафы штрафы не работают кто из этих людей остался вот до сих пор все кроме ортодонта вот мы с ним работали долгое время и он просто временем ушел тоже на аренду нормальность не поддерживаем контакты то есть спустя месяц после того как ты начал работать санта начал набирать команду и сколько ты затем с этой команды проработал в арендом кабинете не помню недолго 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 до полугода по моему я вообще все быстро как-то супер у тебя получается год занял этот процесс ну да я просто понимал что чего ждать то есть каждый каждый этап он предполагал следующий я понимал что я могу остаться на аренде работать там еще год-два в принципе ничего не меняется ну будет больше записи будет больше пациентов будет чуть чуть больше докторов как бы ну и чего насколько уже насколько вырос заработок вот кстати относительно у тебя был 40 60 потом 150 на арене я как вот когда я работал на аренде это было самое лучшее время я работал с трех часов дня зарабатывал там 200-300 тысяч рублей было вообще все супер это три дня в неделю заработать это суммарно ты сам ну то есть делал и плюс процент какой-то с тех ребят которые делали у тебя да это было 200-300 тысяч и в принципе но ты все равно пошел дальше и получается полгода ты прошел эти все равно захотелось что-то делать свое полношенно триггером по следующему ну как бы задуматься следующие шаги было я просто начал считать сколько я трачу денег на аренду я на аренду тратил там порядка 150 тысяч рублей куда в основном уходили то есть это именно кабинет или материалы или нет просто аренда кабинет а именно сама красота стоила смена до 5000 это шичков вот я посчитал что блин до хрена уже проще кабинет за уже проще арендовать какое-то помещение закупиться туда и свою клинику открывать я начал поиск начал просто смотреть помещение там небольшие до до 150 тысяч рублей так нашел помещение первое это и было первое вот до первого клиника была прям рядом с олимпийским здание был убитый такое она не очень красивая но от метро проспект мира одна минута вообще супер идеально второй этаж потом был еще вахтер что там была такая не очень презентабельная но для меня важно было что это удобно для пациентов это свои стены своя команда делаем что хотим полная свобода мне важна была свобода и когда уходил с нами кстати тоже была важна свобода потому что я знаю боль многих докторов когда не работает по найму они там доктором самом деле вне когда они вот ну работают в поле скажем тогда там чего не хватает какие материалы там а какие там новинки там это если мне насрать еще таких докторов на днете которые не хотят просто рутине поэтому и вопрос про команду потому что как бы так все звучит на самом деле ну прям легко и мне кажется зрители могут вообще не поверить это просто чит-коды какие-то команды с это самое сложное это самое сложное да чтобы они прямо искали там новинки работая сами в наем то есть как бы когда ты делаешь сам свой бизнес ты конечно там новинки и так далее но когда ты в наем да не всегда просто когда доктор считает себя достойным большего он будет работать на хороший материал на нормальном оборудовании то есть он будет владельцу тому же самому договориться потому что давайте сделаем это какие-то варианты предлагает инициативу это так должно быть считаю вот когда я работал по найму этого не было я хотел чего-то большего я обучался предлагал какие-то варианты что могло быть выгодно или финансово даже владельцы клиники но как-то вот все это было долго все как-то не особо поднималась верилось и ну ладно хорошо в общем ты открыл первую свою первую клинику открыл два кабинета переехали туда все команды хирург терапевты ортодонт я и вот начали там свою деятельность первую проработали мы там не помню сколько года полтора может или год или полтора и была огромная запись из пациентов два кабинета все специалисты уже не помещались запись была там на 22 с половиной месяца вперед с точки зрения сервиса для пациентов не очень здорово человек ждет свою запись два месяца это не очень хорошо пошли небольшие отвалы пациентов то есть люди некоторые начали не дожидаться не долго ну слишком долго да вы классные хорошие я нам пойду полечусь где-то у себя поблизости а к вам вернусь там брейки поставить а цены какие-то кстати какой ценовой категории была тогда средняя то есть это сколько ну вот условно винир единицы вот раньше ты делал до 18 здесь ты поднял или на год 25 25 27 чуть поднял сколько обходилась клиника тебе теперь уже то есть как бы сравнивать с теми разами с арендой аренда стоила 120 тысяч рублей и остальные затраты к материалу и персонал постепенно как мы его набирали ремонт и тоже там все делал на сколько вы сколько ушло грубо говоря от песня да на открытие то есть чтобы вот перейти как как было мне не было денег полностью для того чтобы открыться ей не знал сколько может стоить я просто нашел помещение просчитал примерно сколько мне нужно денег на первые полгода чтобы я мог платить аренду не понимал что я даже если буду работать самостоятельно арендовый кабинет принципе я погашу аренду у меня такое достаточно простое мышление и планирование финансовое откуда я взял деньги на открытие часто вопрос такой задают первые деньги скопил сам там было что-то миллион с чем-то немного я заложил сумму на первый полгода для того чтобы просто тупо платить арену для того чтобы просто существовать когда я снял арендовал помещение договорился об арендных каникулами дали арену они потом четыре месяца четыре месяца пока мы будем делать ремонт делать лицензию но четыре месяца это маловато мы ремонт делали там месяца два потом начали делать лицензию я нанял юридическую фирму которая обещала сделать мне лицензию они ни хрена не сделали в общем я потратил на все это порядка ну не год чуть меньше года очень долго мы открывались из них восемь месяцев ты уже платил аренду в не открывшиеся клинике да а откуда ты тогда брал деньги ты работал дополнительный может дам рома получается ничуть размазан очень все было размазано сначала мы запустили там один кабинет куча был ошибок с ремонтом куча был ошибок с документами с подрядчиками все это но это нужно было пройти на своей собственной школе для того чтобы потом было как-то проще запустились еле-еле начали с одного кабинета и постепенно запустили второй там до отремонтировали до закупились то оборудовались и начали прием от момента начала до момента вот запуска полностью 2 комит чтобы клиника работала полноценно сколько денег потратить до 4 миллионов до 4 это с лицензиями вместе да но учитывая лицензии это не так много да это общение потому что лицензии вообще насколько я слышал что занимают приличный денег я там слышал чуть ли не по 500 тысяч вы лицензию не платили за рентген там за все остальные дела примерно столько да ну да ну да это получается приличная штука то есть я все два кабинета работают год ушел на открытие что дальше пошло почему-то опять не остановился на этом этапе когда я ничего не делал я делать те же самые действия которые я делал когда то что я умею лучше всего было очень много пациентов стали пациенты если раньше пациенты приходили в основном первичные скажем тогда потом люди начали приходить уже по рекомендациям вот это как все было всего два кабинета и очень много докторов там уже было два терапевта хирург два ортопеда в общем там 666 7 докторов на двух кабинет люди начали приходить по рекомендациям и запись была растянулась вот я думаю что делать дальше потому что уже начал страдать сервис люди начали жаловаться блин раньше было так хорошо уютно можно было прийти и полечиться сейчас нужно ждать 22 месяца у тебя уже инстаграм тогда качал да да инстаграм далее да все развивал все и я задумался над тем что нужно раскрыть как бы расширяться дальше я открыл следующую клинику не помню в каком году 16 там же было 6 кабинет 6 кабинет да мы переехали вот такие это был должен проспекте мира недалеко нравится тебе эта локация ну я не знаю получается просто помещение мы искали чтобы была парковка своя там кирпичные здания такой лофт и все мы приехали туда там уже все намного быстрее прошло и ремонт и лицензии потому что уже знали что как делать с кем работать мы открылись там буквально за угодно меньше переехали туда вторую клинику я пока ставил думал может быть ее тоже ставить работать в ней но понял что мы оттуда уже выросли мне просто нравилось как она выглядит вот это уютная такая вот я помню что раз пару лет назад как раз когда я вот именно это увидел первый раз это где dr.moon вот это входе большой большой круг это вторая а это уже 2 1 1 что было с первой клиникой я сделал там косметический ремонт и продал за за два с половиной я продал по сути себестоимость ну да себестоимость открытия но какие там были плюсы что человеку не нужно там тратить там полгода для чтобы сделать лицензию все вот это вот это часть пациентов еще по старой памяти возможно привычки туда на может быть не в курсе навряд я понял то сейчас ты вот в этой в большой в клинике я видел ты инстаграме писал что вот нашли новое здание на там несколько этажей там нет вот мы переехали в клинику на 6 кабинетов сейчас еще на 13 клиника открылась на 13 когда сейчас мы в клинике на 13 это уже в этом году все мы дошли до распутали эту цепочку практически как детективы получается весь путь у тебя занял 8 лет за это время ты поработал 15 по 7 лет получается ты успел и сам поработать буквально сколько там пару месяцев полгодика потом полгодика на аренде и все и дальше пошел процесс сразу пошел развиваться и сразу тогда вопрос тебе по твоему опыту имеет ли смысл вообще открывать клинику на один кабинет два кабинета или лучше потому что я часто слышу от людей которые открывают клинике что они все говорят что вообще никакого смысла нет открывать на один-два кабинета потому что геморрой все те же самые а заработок у тебя кратно меньше чем если у тебя там 6-10 кабинетов там и так далее то есть ну да надо кабинет я бы не стал наверное насколько минимум вообще имеет смысл и меньше если бы я себе сказал то наверное ну минимум 8345 кабинет минимум где-то эти 13 кабинетов они все вот сейчас в клинике работают именно на тебя как бы страну или ты издаешь их в аренду нет и там везде сколько у тебя врачей вообще пухи сейчас у меня 33 по моему 33 врача по моему не помню 33 врача вот кстати сразу вопрос по поводу того как стать врачом клинике доктор мун как туда попасть и потому что слышал даже историю что у вас достаточно все строго то есть идет строгий отбор и строгий контроль врачей то есть что они делают чем они занимаются и там вылететь оттуда в принципе на раз-два можно проблема масштабирования когда ты когда народу становится больше проблем в контроле и тебе очень сложно контролировать качество во первых во вторых очень трудно под поддерживает вот эту атмосферу коллективную коллективную чтобы вы и люди были классные чтобы им было комфортнее тебе с ним было комфортно это на самое ключевое что вот было всегда и сохраняется до сих пор просто если раньше это делая в каком-то ручном управлении там мотивировал команды общался с ними как-то обучал их сейчас это делают уже мои старички которые были со мной с первого дня некие функции уже делегировал на них в том числе и найм и отбор кандидатов и тестирование то есть у нас несколько этапов нами на работу очень много приходит откликов там бывает за месяц ну раньше был больше сейчас меньше там за месяц придет 400 500 откликов и мы возможно одного выведем куда-нибудь одного двоих на какой-то тест почему-то происходит я не знаю очень сложно где вы ищете вообще то есть по рекомендации мы пылесосим где где только можно headhunter даже обзвоны пассивный поиск телеграммы вконтакте знакомые везде-везде а ты сейчас еще принимаешь свои клиники или ты сейчас возобновил такой консультационный день один раз в месяц один раз то есть получается у тебя ты консультируешь людей и отправляешь их своим врачам и сам их не лечишь почему просто да просто уже нет интереса или нет я думаю я может быть когда-то вернусь потому чтобы что-то делать мне это нравилось мне это нравилось нравится мне нравится все красиво эстетичная винира это красиво но я сейчас занимаюсь тем что усиливаю улучшая команду усиливаю продукт работаем над качеством в целом потому что чем больше народу тем ну как бы качество может проседать и моя задача конечно удержать это огромную там махину нам на плаву потому что расти каждый год там каждые полтора года на в два в три раза это не просто если получается у тебя один день в месяц у тебя консультационный и клиника работает в плюс-минус автономном режиме то есть у тебя есть старички и так далее чем ты занимаешься тогда в основное время как выглядит вот твой день но это может выглядеть странно что я ни хрена не делаю это так абсолютно не выглядит но просто для людей которые ну вот условно говоря выжимают какие-то какую-то информацию получается что один день в месяц консультативный и получается автономно многие вещи там найм сотрудников контроль обзвон там и так далее устроен а какая твоя конкретно роль твоя задача чем ты занимаешься сейчас мы сейчас я выстраиваю отдел руководителей и уже руковожу малой группой то есть невозможно управлять там сколько нас 80 человек всего в компании невозможные всеми управлять можно управлять маленькой группой 5-6 до 5-6 человек у меня есть 5-6 ключевых людей которыми могу управлять я они свою очередь управляют уже другими ну давай конкретно вот например да ты проснулся кстати во сколько ты просыпаешься сейчас 8-9 8-9 потому что ты сам любишь рано вставать или чтобы просто все успеть моя функция сейчас это постановка правильных задач и корректирования и корректирование руководителей их целей то есть мы у нас есть например ежемесячная планерка мы садимся и каждый расписывает свои задачи на месяц каждый по своему отделу но это тоже раз в месяц вот но ты конкретно давай продолжим сейчас ты при раз месяц потом есть раз в неделю потом есть ежедневные встречи то есть мне сейчас формат такой больше поднаправить сказать куда нужно то есть я больше стратегически скажем так а команда уже больше тактически ты идейный вдохновитель такой направляешь русло но это всегда владелец бизнесом да он больше за стратегию развития куда мы идем а команда уже делает все остальное по сути наверное это есть делегирование сколько часов вообще в день занимает именно непосредственно работа до до четырех часов так то есть в принципе ты здесь приезжаешь к обеду тур свободе ну как бывает так плюс минус на бывает так обычно это где-то с 11 до до 5 прям вот рабочее время для этого могу какие-то встречи проводить что-то а потом уже все после пяти шести часов вечера ты не продуктивен и это каждый день сейчас уже нет раньше да раньше до каждый день бывало что мы задерживались на работе там до двух ночи сейчас три-четыре дня в неделю вот и есть стабильные выходные наконец и что ты делаешь вот в этом освободившиеся время то что все ребят которые у нас были у кого и свои клиники они все постоянно говорят целыми днями я постоянно вот там целыми днями контролирует что не могу там делегировать потому что там подведут и так далее у тебя при этом получилось каким-то образом так вот все распределить организовать но кстати опыт отца помогает тебе ты консультируешься с ним на эту тему каким-то образом или ты сам все уже да нет не консультируясь но и он не вмешивается никогда и никогда ничего не советует на совет это самое плохое что можно вообще дать предпринимателю и он прекрасно понимает он всегда мне говорит что нужно учиться всегда на своих ошибках он понимает что делаю что-то может быть неправильно и я это понимаю сознаю но он говорит что да должно быть так еще не поправить даже видит что ты ну вот где-то он может мне дать какую-то обратную связь сказать слушал я вижу так то так то ты как думаешь ну то есть заложить какое-то зернышко для того чтобы я подумал вот и сам принял решение самое важное вообще самая ключевая наверное функция как владельцы бизнес это вот принимать решение правильно неправильно и ответственность брать брать ответственность всегда во всех вопрос поэтому и команд за тобой идет они понимают что вот есть человек который отвечает за за все понятно что правда все 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 80 человек мы не сможем сейчас охватить вот расскажи подробнее именно про вот эти вот несколько человек который является ближайшим твоим окружением в этом плане которые с тех самых примет как вы с ними познакомились какую роль они выполняют сейчас клинике ну есть у меня например финансовый директор который отвечает за за все за все за все финансы я включаю личные мои серьезно то есть прямо говорите что славка в этом месяце уже все для курс сейчас я получаю заработную плату как до просишь у него можно в следующего месяца мы с ним мы с ним договариваемся но сейчас да да почему это важно потому что я сам в определенный момент понял еще несколько лет назад что проблему владельцев бизнес что они иногда съедают деньги как бы из бизнеса считаю что это их деньги я тоже так раньше так думал по сути бизнес 90-х заработали попилили разделили разошлись и вот все там прошли прожрали прогуляли и все в этом нет развития в этом нет какого-то годового планирования там на год-два-три бизнес в таком случае не особо жизнеспособен скажем так далекой если хочешь развиваться тебе нужно четко понимать там три ключевые функции это финансы это качество продукты персонал и стратегии маркетинг вот эти три ключевые вещи как бы нужно всегда держать руку на пульс это это исключительно мои функции как владельцы бизнес так что он пришел ко мне вообще из раньше был такой нашумевший проект бешеная сушка и он там бешено сушил да был самый-самый масштабный самый нашумевший зож проект россии на тот момент я просто не познакомился написал вообще написал везде где только можно было и вот познакомился как-то мы сначала общаться и впоследствии это привело к партнерству то есть я был одним из партнеров за главный приз они разыгрывали там миллионы разыгрывали квартиры машины сиськи зубы все я был одним из партнеров ты сиськи предоставил он получает вот он был финансовым директором этой компании потом они закрылись и бы я его схватил к себе можно сказать так но мы с ним просто опять же сошлись на уровне человеческом уровне партнерства вот и я понял что мне с ним комфортно ему со мной комфортно мы четко понимаем что мы можем денег вместе заработать условно да почему бы нам не усилить друг друга финансовая финансовая часть была моей самой слабой я такой вы за идею там идти вперед а финансы всегда иногда плохие новости все это человек единственный человек в компании который приносит мне какие-то там плохие новости условно потом сейчас главный по продукту за качество главный врач татьяна мы тоже вот с ней начинали с первой клинике она была терапевтом потом ортопедом и сейчас она занимает должность главного врача она отвечает на за качество медицинских услуг за найм докторов за обучение за вот их в клинику и так далее в общем завжу греческой даже медицинской маркетинг раньше маркетингом занимался я в этом году появился человек который в штате вот прям в штате маркетолог продажам занимается тоже отдельный человек два года назад или год назад напомню пришла она на оператора к нам и сейчас она доросла до руководителя отдела продаж продажи в каком плане то есть маркетинг и продажи у тебя разные люди продажи через какие каналы что это имеется ввиду продажи маркетинг ну задача маркетинга привести пациентов словно задача продажи конвертировать решетшего человека в постоянного а ну то что делает куратор то есть как бы ведет его и объясняет зачем она руководитель отдела куратор продаж у нас отдел продаж он многоуровневый у нас есть отдельный колл-центр есть администратор это не отдел продаж и есть два уровня кураторов на ней немного разных функций выполнят нас так я насчитал четыре человека есть еще исполнительный директор это мой друг с которым учились кемерово врач психотерапевт до его потянул уже оттуда или вы самого начала с ним начали здесь нет 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 пожарную сферу до разные сферы вот как так сложилось что последний год он со мной нет функции исполнительный директор ревелай международная компания основанная в 2013 году врачом стоматологом и специализирующиеся на производстве средств гигиены полости рта ревелайн предлагает вам различные варианты сотрудничества закупайте продукцию по оптовым ценам и самостоятельно реализовывайте ее получайте промо код для пациентов и процент от заказа мы можем нанести ваш логотип на нашу продукцию посещайте наши обучающие мероприятия со скидкой или бесплатно получайте продукцию на тестирование обзор и розыгрыши напишите нашему менеджеру и он отправит вам персональное предложение по сотрудничеству ватсап правда что для успешного ведения бизнеса не столь важно ну ты уже немножко обмолвился об этом не столь важны как бы именно компетенция чеков профессионализм сколько человеческих качеств что ты можешь ему доверять что он не там не кинет не обманет насколько да нет но тут двояка на самом деле с одной стороны ты можешь нанять человека компетентного с хорошим опытом но не факт что он сделает хорошо в твоем же бизнес не факт что он повторит тот же опыт который у него был в твоем же бизнесе и была куча таких прецедентов то есть я готов был там платить и полмиллиона и там и 200 300 то есть я думаю чем больше платить им будет человек будешь работать ни хрена нет по факту сейчас получается то что все люди которые работают они выращены то есть они выросли об меня я расту оба там других людей там которые выше меня по уровню по результатам и вот такая вот иерархия на кого ты равняешься за люди да это предприниматели бизнес которых мне казался там интересным этом лично как личность у их образ мышления даже например вот бешеный сушка есть там партнер васи мой товарищ из петербурга очень крупный предприниматель и я об него многие вещи обдумываю но принимаю решение там самостоятельно то есть очень классно когда вот есть человека который ты можешь получить обратную связь то есть ему задаешь какой-то вопрос да прихожу с каким-то запросом может разбираем понимаем что есть разные варианты по решению проблемы и все дальше я принимаю решение сам я делаю так или так и таких людей может быть много на самом деле вот в питере был две недели назад познакомился с бывшим или текущим генеральным директором get такси там читай город достаточно крупные предприниматели и раньше я думал что чем как бы бизнесмен круче чем он больше тем он отстранение от людей еще не думал что нахрена я ему нужен да вот тоже ключи вопрос потому что все говорят да даже в этих бизнес-литературе в какой-то там мотивации всем таком в первую очередь говорят что там окружение что вы должны расти с людьми и первый логичный вопрос который ты задаешь себе а нахрена я им нужен то есть они мне нужны понятно для чего потому что они для меня ориентирую условно но я-то им зачем то есть я у них учитывая что у них еще и так мало времени зачем ей есть разные категории предпринимателей по сути вот мы мы вот общались должны эту тему есть две категории предпринимателей это люди которые зарабатывают деньги и они больше эго свое растят скажем тогда а есть люди которые делают это ради какой-то иной мотивации какой ну вот например я познакомился с генеральным директором get такси и те деньги которые плачу ему например за общение за какие-то консультации смысле подожди секунду ты платишь ему консультации сколько стоит такая консультация вот ну час может стоить он от 15 и до самое дорогое мое обучение стоил там полтора миллиона рублей за час не не за час а за сколько надеюсь ты сейчас скажу за 10 лет потому что это сумма ну неплохая полтора месяца полтора месяца то есть это миллион в месяц ты общался человеком он курировал тебя это окупилась в итоге конечно но это да блин любое вложение в себя но приносит тебе дивиденды чуть позже сколько ты суммарно ты считал сколько ты суммарно вот на такие консультации на такие обычные потратил нет да очень но чтобы не расстраиваться и да нет я сейчас когда я трачу деньги на обучение много человек именно занимается этим специализированным как бы да не обязательно то есть это люди могут быть не обязательно платить то есть ты спрашиваешь насколько как ему вообще комфортно то есть есть люди которые зарабатывать деньги и они эти деньги дают на благотворительность то есть им не нужны деньги им просто кайфово общаться с предпринимателями им кайфово поделиться чем-то своим опытом дать обратно создавать пользу ну то есть да у них ценности иные ну вот мне это нравится мне это близко с интересом как это технически происходит то есть ты общаешься игры слушай меня вот тут затык вот тут вот не знаю как открыть и он тебе говорит да значит но пятнашка расценки ты знаешь там карты к номеру привязаны как это работает но ты как работа через знакомых то есть к одному предпринимателю уходишь он говорит такой слушай у меня есть такой такой человек хочет тебе знакомы да конечно и все и через знаком ты быстро относительно получать сходишь с людьми чтобы каким-то образом быть друг другу полезным ты можешь вот какие-то выделить может тебе есть какие-то фишки оля дэвил карнеги как располагать людей это просто само по себе ты правда ты же идешь человеку как личность и нужно просто понимать свою ценность когда ты идешь несмотря на то что у человека могут быть результаты выше нам очень твои эти люди намного открытие чем люди которые там меньше результат них нет комплекса вот этих желания доказать что вообще никаких то есть все настолько все просто вот опять же там через девочку которая медитациями занимается она я познаю предварительно познакомился с этим салониным который владеет и он абсолютно тоже открытый человек там приезжаю там познакомимся поговорим давайте созвонимся то есть для меня это было неким таким тоже не шоком скажем так а удивлением что люди могут быть такими вот что и да и поэтому важно окружать себя вот окружением таким открытыми людьми которые готовы отдавать и когда как сейчас модно говорить но это действительно так то есть ты сам когда приходишь на встречу ты идешь с позиции что-то отдать принести какую-то пользу либо просто интересно пообщаться и вот происходит обмен энергии до обмен энергии более тесные знакомства то есть это все очень здорово ну и плюс всем классно то есть лишь получает удовольствие от общения сейчас очень мало общения между людьми мало коммуникации но это вообще сейчас такая модная тема даже все вот кстати мне интересно как ты считаешь учитывая что ты вот в этой теме все время развиваешься и общаешься вот эта тема с онлайн марафора марафонами блиновской по-моему как как с твоей точки зрения это чушь или не чушь то есть кому-то это помогает или вот или этому чужой скам помогает ей денег зарабатывать помогает ей я не думаю что она хочет нанести какой-то вред и и искреннее желание я так предполагаю что нанести какую-то не какую-то конкретную пользу людям вопрос как эти люди воспримут эту информацию как они это будет использовать по сути все давно известно там уже записано кучу видосов на ю тубе бесплатных там и мотивирующих и таких и таких таких все написано в книгах там автобиографии это все уже есть в общем доступе но просто вот затык наступает тот момент когда нужно что-то делать вот и это поэтому вот есть там огромная масса людей которые все знают там постоянно сублимируют что-то изучают становятся осознанными там но мало результатов имеет а есть те кто можете не очень нравится как ведут бизнес девочки то есть у них от мысли до действия проходит очень короткий период не парит не парит то есть она делает что нужно делать вот так одну одну одно действие она делает и у нее все получается очень классно мышление мужикам почему-то да не хватает этого не не знаю почему решительность слишком много лишним не хватает кучу причин но если во первых есть всякие там психологические да там могут быть травмы проблемы и так далее уверенность неуверенность по сути чем отличается на него человек который что-то делает от того кто не делает в 101 есть наглость как бы показать свое какое-то видение в действиях да а у кого-то вот все такое поговорить обсудить безопасно ну да все стабильно безопасно все хорошо все нормально а кому-то для кого-то просто уровень нормы такое как будто что-то делать постоянно что-то там менять это склад ума человек и ты считаешь девочки к этому дине не нравится как девочки ведут бизнес я просто знаю много девочек которые намного бизнес делать проще чем то есть они они не смотри вот например я там какие-то бизнес-процессы цифра управления финанса там команда там понимаешь я там хочу там компанию большую построить вырастить она просто марафон запускает на там на 100 миллионов рублей в месяц или она например там занимается в аудер с обучением и тоже там зарабатывает там 30 миллионов в месяц как бы все у нее там у нее команда это три человека она не знает какие-то расходы если нет там не понимает ничего особо там в управлении там людьми бизнес-процесс и вообще-то не интересно и не нужно она просто знает что я могу делать вот так мне нужно записать курс мне нужно сделать там stories рассказать что-то буковать нам это все и и все понимаешь все очень просто два сразу вопроса тире комментария во первых я слышал что у девочек часто бывает немножко иной источник финансирования чем у мужчин иногда мне рассказывали вот и второе не является ли это ошибкой выжившего в плане того что ты просто видишь только те примеры которые получились если даст и части ты не видишь тех которые не получились если тут как это закономерно мне в моем окружении много предпринимателей имущие мужиков и и девочек и вот принципиальное действительно отличие что мужики очень сильно ну как бы они усложняют я не знаю аналитический более такой склад все все более рационально логически то есть нужно перепроверить несколько раз там не знаю точно любую там риски просчитать или там часто усложняет то есть больше усложняет это просто мое наблюдение это не говорит что так есть просто мои наблюдение среди моего окружения вижу что сами себе палки ты стараешься держать баланс то есть между и анализировать мне тоже трудно где-то ей бывает и прокрастинирую не хочу где-то наоборот понимаешь что нужно мне включить сюда быстро отреагировать там что-то сделать возможно соблюдать баланс даже сказал сейчас вот про прокрастинирую у меня целый там был раздел я хотел как раз таки узнать что когда вот все гости к нам приходят это в основном такие очень замотивированные молодые успешные ребята которые к чему-то стремятся к чему-то двигаются тем не менее складывается впечатление как будто бы у них не бывает каких-то просадок не бывает каких-то энергетических ям как будто у них все получается каждый день и при этом когда я спрашиваю каждого там как вот ты не знаю настраиваешь себя или чего что-то или как ты выбираешься все как ты знаешь начали на расслабоне типа да у меня так фристайлом так происходит только один павел ярошевич нам рассказал что у него там колесо созданности у него там разные сферы вот он сколько баланс за колесо баланса да вот сколько он уделяет и все время только лицу сансары можно как-то просто колесо да я вот буду по как ты говоришь как девочки бизнес просто колесо у него колесо в которым он в разные стороны смотрит на баланс его жизни у тебя какие-то в этом плане есть четкие ли ты тоже вот фристайлишь нет я считаю что но что меня определяет это наличие целей постоянно которые могут меняться они могут материальными нематериальными могут быть мелкими ну просто наличие цели а зачем откуда они почему вот человек посмотрит слушать поделого горит у меня нет цели допустим вот на него и цели это тоже нормально люди такие не не всем нужно заниматься бизнесом не всем нужно заниматься предпринимательством не всем нужно арендовать кабинет понимаешь не всем это нужно и нужно себя насиловать и за зачем или нет зачем потому что человек смотрит например на весь этот образ жизни там на instagram ему тоже как бы вроде примешь хочется то есть его какое-то рациональное то есть человеческий к этому мозгу ему хочется вот как бы тянуться к какому-то классному окружению хочет входит он понимает что условно игра он хотел бы вести такой оброжай мне но его какой-то вот внутренний животный вот этот момент говорит сядь посиди попей пивка на диване и вроде и как бы и хорошо и нехорошо такая каша вот как дела человек и делает значит все устраивает значит вот так устраивать основное мерило то есть пока не делаешь значит те йоке не все нормально значит это так должно быть но ты же все равно преодолеваешь себя каким-то образом вот и понимая что ты прокрастинируешь и ты все говоришь слава встанешь дивана иди там не на и не настолько вот например я запускал недавно наставничество для руководителей клиник я этот вопрос как-то откладывал давно и понимаю что у меня есть основной бизнес я на сто процентов погружу сюда а вот сюда мне нужно найти силы времени энергии вот но это все тоже так нужно просто сесть и расписать да что ты конкретно будешь делать и это просто откладывал долго я называю это прокрастинацией какой-то такой но я это сделал но я по себе знаю что я точно сделаю если мне в голову зашло любие сделать и сразу вообще в идеале если хочешь что-то сделать но сделать сразу не задумываясь вообще это единственный момент когда его думал над этой идее очень долго года полтора наверно делать или не делать залетает мысль классно вот а так в целом я стараюсь не думать потому что чем больше на обдумывание каких-то идей процессов уходит намного больше энергии чем чем сделать а когда люди говорят вот например что типа ну а так как же там подстраховаться там соломку подстыдить вот я не обдумаю раз а потом пока я делаю окажется что блин надо было об этом подумать но есть больше стратегическое мышление где ты например представляешь самый худший вариант из возможных и ты понимаешь какие там будут выходы из этой ситуации и тогда уже начинаешь действовать либо если а если ты не делаешь значит тебе так устраивает значит не хочешь этого на самом деле значит какие-то цели иные если пообщаться с людьми которые думают что они хотят там не знаю клинику открывать бизнесом скорее всего мотивация там закрыта более глубокая шип денег больше хочется может быть но они не совсем представляют что что какая цена то есть они видят красивую картинку но они не понимают какую цену они готовы платить либо они понимают эту цену и поэтому происходит такая просто сублимация то есть он думает что вот я хочу вот жить так но я понимаю что для вот этого мне нужно сделать вот это вот все я как бы и все вот он находится таком разрыве если тебе сейчас положили условно там 100 миллионов долларов чтобы стал продолжать заниматься клиника открывать и работать в этом направлении долларов да ну прям вот закрыли бы условно говоря твои потребности полностью в плане денег принципе прилично сейчас курс конечно упал но это все еще немало в целом стал либо ты продолжать заниматься делать наставничество ввести инстаграм мы заниматься всем этим или ты бы красиво ушел в закат и просто раз в год бы появлялся 100 разведений я бы не смог уйти ты бы все равно продолжал заниматься клиникой ну и клиника и чем-то еще он каким-то новым направлениями уйти в закат да нет как люди же все воображают часто что знаешь типа вот бы мне там чемодан с деньгами я бы там на свою работу любимый потребительское мышление такое этот период тоже нужно прожить то есть если тебя идите в тебе есть желание ничего не делать просто говорит о том что то может быть подустал тебе нужно отдохнуть действительно там ничего не поделать возьми себе период там полгода ничего не делать это тоже нормально ну можно себе это позволить ты брал такие периоды нет у тебя вот да вы тоже все ну как-то я стараюсь отдыхать вылетать куда-то часто но это чувствую что мне не хватает отдыха то есть даже с таким в принципе ну хочется больше или он не до хочется больше путешествовать наверное сейчас на сейчас стать невозможно но хочется что-то вот смотреть узнавать новое потому что это все как-то вот дает больше ощущение надсмотренности что ли расширять свои границы сознания вот это желание такое расширять вот этой границы все время к чему-то стремится все равно же часть какая-то сто процентов должна быть как психологи говорят из детства вот расскажи про родителей про своих они какие-то в этом плане давали до установка тяже если отец серийный предпринимает значит всяко ты с детства видел какие-то эти моменты расскажи про родителей откуда они чем они занимаются отец занимался всю жизнь бизнесом мама мама не занималась бизнес она хорошая мама на очень свободливая всегда накормить напоить окружить заботой теплотой вот это вот моя мама отец он всегда такой никогда не работал по найму всегда занимался чем-то одно не получилось он включался другое бывали кризисы бывали там падение бывали там была была и бедность да у нас после кризиса не в каком году очень было плохо с деньгами когда поступил университет 2009 году я поступил на моего отца был завод спаржа ели завод по изготовлению спарж может даже с его завода возможно единственную россии тогда сто процентов так с китая возили сейчас как бы сейчас там не работать уже какие-то установки да нет что делал всегда отец это всегда беседовал со мной никогда меня не ругал не говорил что ты плохой или там делаешь так неправильно но всегда садился разговаривал я как бы еженый дурак и и дети реально они очень сообразительно не сами понимаете накосячили что они сделали не так просто вопрос какой вывод из этого сделать либо он закроется что родители делать основном они садятся начинают отчитывать ругать плохой ты не такой как ремок ну да там давить на чувство вины и так далее там человек уходит в себя можно можно же наверное по-другому сесть и поговорить вообще почему он так сделал даже что он будет делать какой вывод из этого вынесет я считаю что это одно из ключевых в моем воспитании что на родители со мной всегда просто разговаривали не давали мне возможность самому решение принимать где-то неправильно где-то правильно сприте братья и сестры сестра сестру она чем занимается она работает со мной она ведет часть моих финансов а ну вот кстати про семью как раз говорили я спросил если у тебя там братья и сестры ты сам вообще чего думаешь когда детей планируешь если вообще планируешь ребенок девочки и 400 года реально подожди ну-ка с этого момента подробнее как это когда это чего это но у меня была жена бывшая жена у нас получается развелись давно и вы как воспитываете ребенка она живет с мамой с тобой до девочка с мамой конечно я понял четыре с половиной года и планируешь ли ты в дальнейшем чего детей и насколько ты вообще вы смотришь или ты сейчас целиком вот именно самопознание бизнеса не вот об этом не задумывалась у меня почему такой вопрос я немножко расшифрую потому что ты как раз являешься одним из людей которые в достаточно молодом возрасте достигли определенного успеха и обладаешь возможностью желанием и потребностью путешествовать развиваться и так далее и как бы люди не пытались все равно говорит что это никак не влияет это влияет когда ты заводишь детей это все равно определенная ответственность это все равно определенная нельзя сказать трату времени потому что это не трата но это определенный как бы ресурс который должен посвящать ребенку есть ли у тебя мысли о том чтобы вот именно как-то заводить детей делать там большую семью свою какую-то или у тебя именно сейчас акцент больше на какие-то достижения бизнеса все такое или ты будешь это все дело достижение бизнеса это просто как стиль жизни понятно дело семья будет я не думаю не задумываясь об этом потому что тут какую-то цель ставить себе глупая и наверно не нужно потому что нужный человек которым тебя будет семья дети он там сам по себе подтянется приклеится также как и я к нему то есть просто еще не время то есть еще не время и об этом пока я об этом не думаю об этом не думали по поводу того когда ты вообще начала заниматься вот в детстве как раз таки из предпроводителей ты вот видя что отец занимается все время никогда не работал по найму то есть все равно сидел самостоятельно ты сам когда вообще начал в первый раз деньги какие-то заработать? что это было за работа? маленькую клинику открыл? чистки чистки гигиену мне было около 15 лет что ли у меня было бы до 4 я продавал подгузники лет 15 было первая работа была у нас был свой дом я пошел к соседке и ей фундамент залил помогал она просила об этом или ты целым? ну я знал что он делает ремонт я пошел и сказал давайте я за лет тогда 15 тысяч заработал купил себе велосипед за 8 тысяч сломал через месяц продал и все уже начал крутиться там купил продал велосипед да причем продал его не дешевле чем покупал второе в общаге тогда пошла модно на кальяна мы купили несколько кальянов и начали сдавать их в общаге серьезно? кальян-шеринг или как это называется? шиши-шеринг? да и что почем? сколько стоило? я не помню недорого все знали что у нас есть кальяна мы можем привезти а вообще никак можно было курить кальяна? вообще нет но типа если шиши-шеринг то в принципе можно с комендантом договориться ты приходил прям раскуривал кальян? не-не просто привозишь кальян даешь все с готовыми чашками углями и долго ты продолжал исправлять? да недолго что-то мы попробовали поняли что это как-то не особо интересно и все первый прям какой-то бизнес свои деньги это уже в москве почему ты выбрал именно стоматологию все равно есть куча подводных камней и с твоим видением вообще своим желанием развиваться с амбициями и со всем остальным с умением вникать в суть разбираться самостоятельно вопросе почему ты не выбрал какой-то что-либо более я не хочу сказать простой но более масштабируемые условно там перепродажа чего-либо производства там ну производство вообще не самый простой но перепродажа чего-либо такой какой-то бизнес то есть я в москве начинал я продавал китайские подделки оригинальных часов вот что-то типа вот в эту сферу когда твоя функция она именно сводится к больше вот купил дешевле продал дороже ну не по мне это то есть во первых не очень экологично для меня как-то вот эти вот подделки какие-то продавать что-то вот это вот ну не обязательно подделки там вайлдберрис там многие там покупают там часть какую-то в китае в турции продают здесь там клеит какой-нибудь брендинг я просто отучилась на стоматолога мне нужно было подать свои знания как-то их вот это именно из-за багажа из-за этого то есть да а какая разница каким бизнесом заниматься вообще нет разницы будьте производства нет есть какая-то специфика скажем так у тебя клиника или там автомастерская на автомастерская то разница огромная это медицина и все-таки такая сфера в плане и законом и везде есть везде есть маркетинг везде продажи здесь качество услуг везде есть клиенты везде есть деньги то есть везде есть бизнес-процесс это все бизнес он просто продукт меняется понятное дело если еще зайду в какой-то не знаю ресторанный бизнес ну ты говорил что у тебя есть такая задача мечта цель открытый ресторан что это будет ресторан пока не знаю азиатская кухня не знаю пока что это будет ресторан но если поедете ко мне в клинику вот мы будем перестраивать там все и делать ресторан я покажу потом дизайн то есть там будет какая-то зона именно как у маланина babyclinic не знаю венач какие-то клинике кстати вы равняешься когда ты смотришь и хочешь какие-то идеи привнести есть какие-то клиники в россии или в мире на которые ты смотришь и так у меня очень важно уникальность как бы у меня есть какое-то видение именно эстетическое да как это должно выглядеть в моей голове но пока примеров я не видел вот и не знаю ни на кого равняться чисто с этой точки зрения а так везде ну что в стоматологиях можно нового принести да ничего везде услуги везде какие-то виниры пломбы микроскоп и так далее это все не ново как-то пытаются клиники между собой отличаться но ну вот ABC клиник я смотрел там много этажей что какие-то свои патио там на крыше да классно да я считаю это круто потому что во-первых это говорит о том что они работают включая и для персонала да потому что ну это все сделать для людей это очень здорово значит у них есть какие-то ценности помимо того что просто клиника просто денег зарабатывать это классно у тебя в плане клиники есть цель сделать какой-то такой еще более масштабный проект 13 кабинетов 50 кабинетов какое-то огромное нолитажное здание как по-моему в Дубае есть такая клиника или где там 5 этажей или 7 этажей или там что-то 15 этажей по-моему кто-то мне рассказал то ли Дюваль там работает то ли кто там Дювали отдельные клиников здания в Дубае в основном медицинский центр это вот отдельное здание тоже кстати смотрим в Дубае у нас цель сейчас по другим городам открываться ну там Санкт-Петербург, Москва, Дубай вот Питер ближайший а в Петербурге тоже было ну все петербургские стоматологи напрягайтесь не напрягайте приходите приходите работать приходите партнериться работать а как вот человек смотрит например как ему с тобой партнериться что это имеется ввиду что за партнерство деньгами именно или нет коль помощь деньги деньги на самом деле нет деньги самое простое что можно найти вот тебе чтобы открыть клинику нужно сколько 5-10 миллионов рублей их не сложно найти ну как мы брали например когда интервью у Артура Лукьяненко там два дантиста мы спрашивали сколько у ребят сколько у них с Анастасом ушло на открытие и там в среднем нам обычно называют сумму 20-25 миллионов а сколько кабинетов 5 ну там у них и фрезер и сканер микроскоп все дела рентген ну понятное дело да администратор еще есть лизинги, кредиты ну инвестиции как бы на такие маленькие суммы нет вот лизинги, кредиты может быть инвест может быть папа, мама богатые друзья ну видишь в два раза отличается 5-10 и 20 миллионов это все-таки большая разница ну да ну то есть ты смотришь что ты будешь там открывать какого уровня будешь ты фрезер себе делать или нет будешь лабораторию свою делать или нет будешь ты установку покупать за 2 миллиона рублей или за 500-700 миллионов рублей ну у тебя получается видишь как бы не в деньгах задача а в чем в чем помощь в чем партнерство вот человек очень говорит блин нравится мне Слава классный чувак я смотрел интервью на сном марте такой вот он я хочу с ним запартнериться партнерство в усилении друг друга то есть в чем усиление в компетенциях да если я понимаю что мне партнера еще я если мне нужен человек который будет отвечать например за качество продукта за медицинскую часть я буду себе искать такого партнера если он действительно в этом силен мы можем в этом сойтись если мне нужен человек который обладает мышлением предпринимателя больше по бизнесу то я буду искать такого человека возможно даже не стоматолога скорее всего то есть формировать команду как ты сформировал ее здесь то есть вот этих вот условно говоря пять твоих пальчиков они будут у тебя соответственно в Санкт-Петербурге а что за место ты что-то присмотрел где это будет Питер? нет я ищу не Донецкий вроде как не очень удобно да ну в плане я Питер еще не изучил не знаю ну где-то в центре чтобы было удобно в первую очередь чтобы было удобно людям а как это будет может мы купим клинику или собственно ну у тебя сейчас клиники они в арене купим клинику как готовый бизнес а то есть чтобы нам не строить с нуля мы заедем может быть ну не может быть а косметику наведем обновим ну просто вопрос вот этого срока ремонтов лицензий то есть чтобы год опять не год да там полгода хотелось бы чуть быстрее хотел бы чуть быстрее а у тебя вот ты когда ведешь свой инстаграм ты ведешь все сам целиком или у тебя есть какой-то человек который да что-то помогает сам ну у меня есть там понятное дело маркетинга мы что-то там придумываем планируем а так все сам есть у меня там бизнес-ассистент который какие-то там вещи может там сделать который если я попрошу а так все самостоятельно конечно да ну свой инстаграм а тебя вообще в принципе не задолбало что вот в основном на не знаю там на конгрессах вот интервью которое ты давал еще где-то тебя воспринимают исключительно как бизнесмена и специалиста в инстаграме у тебя все вопросы вот сыпят только там а вот сколько подписчиков там а сколько стоил клик там еще что-то такое у тебя ну это нет иногда такой реакции что блин ребят ну я же не только этим в целом интересен большинство да меня знают из инстаграма скорее всего сдолбало ли это меня да и все равно нормально да нормально ну как бы людям это интересно им хочется углубиться туда там не знаю как-то узнать пожалуйста просто тут ничего нового нет все инструменты известны все в общем доступе не знаю люди ищут какую-то волшебную таблетку или там супер совет или секрет какой-то практический практический инструмент который вот они завтра применят и вот все произойдет такого не бывает наверное я почему вот еще в том числе спрашиваю что у тебя достаточно классные тексты под постами то есть они одновременно и маркетинговые прикольные что они именно со всякими такими фишками то есть они цепляют мотивируют побуждают человека что-то покупать но при этом они не выглядят знаешь как вот эти вот а вы еще без виниров тогда мы идем к вам то есть это нет какой-то прямой вот этой продажи при этом они такие жизненные знаешь вот как фиги 100% я думал читал смотрел пиши сокращай то есть это есть книга но ты не читал еще то есть она вот и там человек как раз описывать такую тему как инфостиль то есть это именно какая-то краткая сжатая информация которая с заботой о читателя о том кто смотрит и ему интересно легко и читать как перестраиваться как ты научился писать вот такие вот простые тексты сколько это занимает времени многих в этом затык когда люди говорят там например вот я общаюсь с ребятами с знакомыми которые говорят что ну вот я вот сдолбался там работаем не знаю где брать пациентов ну там инстаграм соцсети игры ты не не знаю чего там типа написать нужно пишу и ну сделал я пломбу и чего ему ну вот есть же там то есть это и вот с этим снова за тык там садится и сутки он сидит написал читать редактировать что нет не то не так непонятно это каша то есть ты как научился я сначала тоже долго писал я мог один текст весь день корректировать напишу не нравится напишу не нравится нормально лучше хоть что-то чем ничего вот и постоянно потом докручивать нужно просто изучается то есть изучать те же например продажи переговоры например какие-то там курсы книжки пиши сокращает же все как пазлы ну как пазлы да и складывается некий некий такой образ мышления у тебя изучать стори тейлинг например там изучать почитать просто книги там автобиографии какие-то блин вот вот так вот все и это для тебя легко видишь то есть это для тебя просто потому что ты видеть ты уже научился видеть какую-то концепцию и в рамках этой концепции ты видишь какие-то нужны но если взять там весь исход в остатке у всего должна быть маленькая цель например если ты пишешь пост instagram у каждого поста должна быть какая-то цель то есть к чему ты вообще ведешь человека мысль к чему ты хочешь привести например цель донести мысль там такую-то тезис такой-то например и ты весь текст подгоняешь исходя из-за конечной цели то есть там заголовок например какой-то цепляющий интересный он может не совсем быть связан с текстом но может быть жизненным например дальше ты как бы расписываешь уже текст там может быть усиливать какие-то боли раскрываешь тему делаешь какие-то выводы рассказываешь его тебе самому интересны людям интересно ты и правду пишешь и свою историю рассказываешь и вот получается все такое настоящее было бы так просто тогда бы такие тексты встречались каждом втором блоге в каждом втором блоге там скукотища каша-кашная у тебя есть какой-то вот типа что вот как ты говоришь там сначала цепляющий заголовок потом там несколько абзацев там того то потом в конце не знаю вопрос или возбуждение называется скользкая горка шугермана там называется почитайте посмотрите скользкая горка до шугерман по моему скользкая горка и там вот как раз описано именно технология написания пошагового до день да еще по сути управляешь вниманием людей скажем так бассируешь на нужных вещах до серуешь да еще парочку их нибудь вот людям таких классных книжек книжек чего-нибудь ну и почитать посмотреть люди же не знают с чего начать до информации много но в этом и прикол что вроде раньше ее было мало и люди говорили мало информации не где сейчас ее навалом и люди не могут на все уделить время то есть они как бы не знают с чего начать ее так много что уже ее переизбыток книжку мне понравилась книга то не шей доставляя счастье основатель запас компании запас мне очень понравилось там и и ценности и диалоги и вообще как компания строилась мне зашло вот почитать что еще до в ю тубе все есть бесплатно доступе любые видюшки по продажам по переговорам это все очень помогает то есть вся боль в том что там бизнес и люди они находятся в большом разрыве бизнесе меня даже тоже стоматолог который вид instagram это тоже как отдельные единицы бизнеса он как бы отдален от своей аудитории потому что не понимает потребности людей там более не понимает вообще там каких-то триггеров которые могут человека зацепить сблизить приблизить между ними такая огромная яма и задача предприниматель или там человек инстаграм ведет это просто вот сокращать это расстояние вот и тогда возникает доверие доверительные отношения также в бизнесе например или там на консультации с врачом то есть чем меньше вот эту пропасть тем лучше и тут вопрос коммуникации если ты умеешь коммуницировать лично в переговорах например ты можешь коммуницировать там на уровне аудитории уже например в социальных сетях там проще человек не видишь ты как бы написал получил отклик вот тебе пожалуйста обратно связь получил лайки значит там людям зашло или получил какие-то реакции все значит людям зашло чего намного просто намного проще ты строишь сейчас какой-то контент-план или просто фристайлом сейчас у себя максим на несколько дней я что-то вот прописываю но есть контент-план на месяц там на неделю там с маркетологом и прописываем и на основные цели задачи и до старости но я не всегда могу идти по нему я могу что-то в моменте поменять и как-то сам у тебя сейчас да конечно с таким опытом ты уже ну примерно понимаешь вот какую сторону тем более что с твоим получается опытом ведения инстаграма ты можешь уже точно сказать какие вещи там допустим лучше работают например сейчас а какие там уже не работают ну что тренды постоянно меняется что сейчас уже точно не работает какие-то гивауэй и счет для набора аудитории какой-то полумертвого может быть работает я просто сам участвовал меня люди спрашивают откуда столько подписчиков но у меня 80 процентов 70 это все живая аудитория части аудитории я пробовал гивы и они конечно подобили мой аккаунт немного мы сейчас чистим то есть у меня они массово отписывают потом идти по инстаграмм видишь они отписываются да и просто висят мертвым мертвым грузом и это не целевая аудитория мы почистили уже достаточно много у меня было там до 700 тысяч доходил сейчас меньше сейчас около 500 до виду 400 89 там 490 ну пока мы разговаривали уже можно косарик наберем ну вот у тебя в инсте получается подписки с твоей страницы они в основном не на врачей они в основном на предпринимателей моделей на диджеев и сфера медицины тебе получается интересно вот лично с точки зрения бизнеса в первую очередь твои личные интересы они как бы в другой получается области находится ты особо за врачами даже не следишь до съемки этом я разговариваю там такую фамилию такую-то там нет за врачебной деятельности не слежу за какими-то личностями но ей так знаю у тебя есть такое знаешь мы с тобой не были знакомы воду еще момента съемки у тебя есть такой но со стороны как мне показалось такой имидж такого человека спокойного очень отстраненного и ну очень хладнокровного в этом плане и даже если посмотреть какой-то вот конгресс какую-то вот там выставку где ты выступаешь я вот был например в москве когда был не помню как называлась ревелайн организовывал зимой по моему в москва-сити этом тоже выступал ты вот знаешь как вроде бы тебя знают ты на слуху у тебя есть успешный бизнес так далее но ты как-то все равно отстранен от вот этой тусовки почему это и просто не интересно с основной как бы массы людей или у тебя не хватает на это времени или чем как бы или это кажется и на самом деле ты посвящаешь посвящаю времени чему общению именно конкретно с медицинскими именами какими-то громко потому что есть же условно там такая тусовка кто следит за инстаграм вот именно известных там врачей набираешь там стоматолог не знаю там есть определенный вот этот топ условно говоря которых все знают фамилий на слуху это такая тусовка которая вокруг там объединяется но ты как-то я не в тусовке с нами в тусовке да нет я знаю каких-то отдельных личностей и все не знаю как так складывать может быть чуть больше чуть позже буду в тусовке не знаю но это прикольно самом деле потому что у нас есть тоже задача показать что путь он разный потому что люди вот тоже видят инстаграме кину все хочу дружить бобуровым других как бы способов продвинуться в целом и нет по поводу инстаграма я вот еще листал обратил внимание что у тебя была такая скажем так коллаборация не знаю на каких-то было условиях с ириной дрейд это модель маврин хорошая молодом и да как вот это вообще произошло то есть как ты написал именно или это просто именно знакомые просто им стены да просто знакомства и жизни а потом перейти по сотрудничестве что это и в чем заключалось сотрудничество но это даже не сотрудничество то есть во первых это просто хорошие знакомые да ребята они классные сотрудничество дамы и сделали я и сам сделал зубы все она иногда она ей ни о чем не прошу чтобы он там был жила там пост обо мне отметила она сама по на протяжении уже скольких лет он просто берет сама что укладывает то что не делать контент фотографируют и там включает мне и за одну зубу просто интересно вот именно взаимодействие с такими известными людьми потому что среднестатистическом мне кажется стоматологу но это выглядит со стороны что круто круто хочу работать со звездами наверно высокие ценники но вот мы с денисом крутиковым разговаривали кстати смотрите интервью кто еще не смотрел он так отзывался об этой сфере что ну он туда не стремится с него был один момент как бы ну такое что надо надо круто а потом он говорит что есть определенные нюансы чтобы них узнать посмотреть интервью вот у тебя как с крутыми звездными такими пиаренами да я не знаю какими звездами так много звезд какие-то были кто-то приходит просто не зовут всегда семья газмановых не вот просто как-то касты лечиться лечились а потом мне жена его пишет марина просто вот спасибо и так далее я уж потом узнал что они у нас лечатся даже особо ну не то есть мы в качестве там пиара какого-то да там приглашаем каких-то блогеров не так много на самом деле приглашаем на сотрудничество работают это сейчас вот именно рекламу блогеров то есть сейчас так больше на 50 процентов на имидж в качестве выхлопа каких-то подписок заявок так далее очень слабо потому что не ца нет потому что просто аудитория уже подвигаю instagram от всего вот этого вот что сейчас работает что сейчас работает она чтобы на что вы делать упор условно говоря как вы ведете instagram на что вы делаете упор но уже со своего уровня да то есть как бы в каком направлении в инстаграме и как бы вот например если человек хотел бы сейчас как-то качать что ему надо было делать ну что я думаю это две разные все-таки немножко всегда ну личный бренд всегда будет потому что вот кому-то нравится там вячеслав мун кому-то он не нравится даже несмотря на то что зубы хорошие может быть и все как бы захватывают свою кусочек пирога с рынка отлично бренд всегда нужно развивать и контент чем он интереснее чем эмоциональнее ошибка стоматологов сейчас не сейчас вообще многих тех кто инсту ведет в том что они сосредоточены много на рациональном контенте то есть рациональный там какие-то посты и там пломбы кариес это это все очень рациональное это не очень сейчас работает второе чего так типа что топ-5 счеток ну как бы нет это тоже хорошо да рационально должно быть потому что это польза дает людям заходит а потом еще ли начинают манипулировать как бы какими-то рациональными штуками что что работает вообще в целом это эмоциональный контент и сторителлинг главное зацепить в любом случае ну даже и правда медицинский а как лучше вот например у меня например в том числе вопросы и вот у многих тоже кто пытается работать скажем так в двух направлениях то есть делать какой-то контент и для коллег то есть это именно узкоспециализированы какие-то вещи и брать пациентов из инстаграма лучше ввести два разных аккаунта и разделять эти аудитории или все в один пихать там и слепки и топ-5 счеток условно и там разделять есть коммерческие твои клиники например аккаунт есть твой личный бренд ты как личный бренд ты кто ты например ты стоматолог ты еще кто-то ты еще есть несколько твоих линий скажем так да вот их развиваешь рассказываешь себе я больше про коллег то есть ну например вот допустим вот допустим я мы делаем интервью со стом маркетом мы делаем обзоры материалов то есть это именно узкоспециализировано там условно горячим коррекция от 3м отличается коррекция от жермах условно говоря я понимаю прекрасно что моему пациенту условно говоря там с моего аккаунта где именно для пациентов пишу абсолютно это не интерес да и и наоборот если я пишу для пациентов как правильно пользоваться зубной нитью стоматологу абсолютно пофигу и когда я спрашиваю у знакомых у ребят на эту тему в том числе у тех кто делать с кем мы делали интервью большая часть там 99 процентов все пихают в один аккаунт они говорят что во первых два аккаунта достаточно напряженно вести это долго и плюс зачем разделять там условно говоря у меня там 3000 там 7000 лучше пусть у меня в одном будет 10 но мне все равно внутренне как-то не очень понятно то есть вот ну как то есть получается человек вроде подписался на меня потому что ему например интересно как я делаю условно говоря оттиски и тут же он видит от меня инструкцию там как правильно чистить зубы то есть или или как 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 ты считаешь вот у меня там на моей аудитории есть часть врачебной аудитории врачебные руководителей так далее когда я запускал наставничество я вот тоже думаю чуть делать потому что большая часть это пациенты часть это доктора которым что-то меня нужно что-то им интересно почему-то не за мной наблюдают я просто перевел их другую на другую на другую площадку в telegram и вот все ну как бы желательно разделять конечно то есть коллегам и пациентам все-таки рано и контента конечно у тебя хватает времени вести это и другой или этим уже занимается именно менеджер основной фокус на instagram telegram туда меньше фокус свое время сейчас это потому что там сейчас задачи цели нет меньше цель просто собрать людей но людей стоматологов владельцев клиник и некое сообщество стоматологов стоматологов предпринимателей на больше вот и писал об этом что клуб предпринимателей вот начинают мне не книгу просто смотал сообщества там да есть большая группа там тысяч человек всего по моему я начинал активно вести и там что-то делился пользы потом просто ушел в основной бизнес потому что вот это все случилось война и так далее нужно был фокус сместить туда а так это будет как больше хобби потому что мне есть чем поделиться мне хочется это делать и мне интересно вот поэтому я обязательно заниматься но чуть позже просто прикольно помнишь когда раньше был момент такой по-моему в конце февраля или в начале марта все там массово вот моя ссылка на telegram ухожу из instagram и тем не по-моему все как бы вернулась на круги своя все скачали в пен и продолжать сидеть в инстаграме telegram вообще ну как ты говоришь ужас не особо да там нет вообще в целом telegram канал telegram качает даже вот на мы видим telegram канал для пациентов у нас там за два месяца этом 6000 набралось нормальные люди которые из инстаграма туда переходят только из инсты и из других telegram каналов то есть инстаграм телеграм он живой и люди там активны очень и уровень вовлеченности намного выше чем инстаграм потому что меньше видимо ну у людей каких-то подписок ничего не знаю может быть но это пока я думаю пока не очень много telegram каналов сейчас пока не очень много мусора люди еще еще видят уведомления заходят интересуются читают что-то но контент должен быть просто немножко иной чем в инстаграм финализируя скажем так все что тут сказано ты дал нам кучу информации вообще о том что происходит у тебя и в бизнесе и о своих планах и о дальнейшем какие вообще цели и задачи можно ставить сейчас учитывая что в принципе достиг ты достаточно многого на чем вообще останавливается предел развития куда бы ты хотел смотреть ну помимо того что открывать клиники там по городам но условно говоря и здесь в этот момент наступит ну какой-то предел уже когда у тебя 15 20 или 30 или 50 клиник наверное это плюс-минут уже одинаково чувствуется есть какое-то направление может не только со стоматологией связано куда хотелось бы еще ну да попробовать наверное я может быть хочу немного фокуса смести из бизнеса на что-то свое то есть порадовать себя и знаю как пораду своего внутреннего ребенка что ли то есть пожить где-то не за другой стране например в италии например положить на два-три месяца то есть положить другой стране хочу просто как-то так попробовать попробовать работать удаленно удаленно сообществом стоматологов мне очень где это нравится люди заходят потому что и я уже брал на личное наставничество владельцев клиник и все достаточно хорошо хорошие результаты делать в деньгах мы там тупо про деньги не знаю почему но многие и даже сколько на конференциях выступал или вот общался люди подходят все кто вот тему денег обходят я не понимаю почему то есть мне неудобно спросить неудобно то есть я спрошу сколько зарабатываешь и они кто сколько оборот клиника но есть люди открытые нормальные но это более такие движевые молодые с ними вот хороший коннект и результаты у нас хорошие получается вот хочу развивать сообщество стоматологов но именно предприниматель с мышлением предприниматель это именно уже если можно так сказать инфобизнес вы не знаешь только инфобизнес на это больше про то что человек не имеющего опыта реального бизнеса начинает кому кого-то коучить учить моя задача никого такого учить научить собрать людей также как собирал свою клинику с общими ценностями мыслями и желанием развиваться без значит не хочется никого мотивировать и не нужны эти люди ну да то есть те люди которые готовы действительно что-то делать от идеи до действия там вот короткий промежуток времени вот таких людей хочу собрать к чему-то придет дальше не знаю может почему-то больше может не на будет инвестиционный клуб стоматологов хрен его знал в крипту да может будет токен какому он токен мой коин кстати покупайте муникоин уже на бинансе и на губе ты говоришь там вот я давал индивидуальное наставничество сколько люди платили сколько стоит до 300 тысяч не час суммарно то есть это сколько ты выйдешь то есть в каком формате это как ты понимаешь что блин вот по недельку можно или за месяц или как мне это просто вот 300 тысяч мы с тобой месяц коммуницируем ставьте цели задали за 300 тысяч я не консультирую как бы на какой-то постоянной основе и нам все равно это привлекали земли нет это больше или меньше чем ты получаешь доктор ну то что не считаю я не знаешь как было один раз я просто закинул в story сказал давайте кто хочет и там откликнулись несколько людей все я закрыл тем больше не освещал отвел их закончил и взял там следующий раз еще то есть это было всего пару раз от те кто обращается прям прям целенаправленно если мне есть время то я готов работать если понимаю что не хочу нет времени и этого не делал и какие ну не условно не кейсы но какие условно говоря успехи то есть как человек после этих консультаций какой вот у него рост пример какой-то в деньгах то есть мы всегда ставим цель в деньгах чтобы четко было беда воды да и какой это был рост ну вот два последних кейса одни ребята с казахстана правда они даже специально прилетали в москву у них x2 они выросли в два раза в деньгах со скольки до скольки то есть с 10 до 20 тысяч рублей тоже они в деньге всегда они выросли с трех до шести с половиной за месяц за полтора за полтора месяца девочка тоже из москвы клиника в бутово у нее там было по-моему я вообще не помню но он тоже в два раза выросл друзья если вас не замотивировал этот выпуск поднять задницу с дивана и придумать что-нибудь крутое я не знаю что еще нужно заснять мне кажется слова сегодня дал огромное количество исчерпывающей информации если у вас еще какие-то остались вопросы или вы считаете что мы недостаточно например какую-то раскрыли тему пишите обязательно в комментарии а сейчас мы разыграем часовую консультацию от вячеслава сделать вот такой вот подгон в чем будет заключаться сама консультация то есть человек который хочет каким-то образом расти хочет да я все-таки сейчас больше стиру с бизнесом чем именно там клинического да с клинической практика поэтому если запрос по бизнесу человек который работает на себя на себя на аренде например или владеет клиникой там какие-то трудности сложности которые не вас не могут решить самостоятельно могут писать свои запросы на в комментариях наверное как и вы выберете одного с кем я проведу часовую сессию что нужно сделать для того чтобы выиграть часовую консультацию от славы нужно естественно подписаться на наш канал на ссылки которые мы оставим в описании также нужно в комментарии рассказать свою историю как вышли от чего-то к чему-то с чего вы начинали и что у вас есть сейчас и вообще зачем вам нужен этот рост почему вы стремитесь давайте месяц достаточно будет и думаю чтобы слава оценил все ваши комментарии и через месяц после выхода видео выберет победителя и мы с ним обязательно свяжемся слав большое тебе спасибо я надеюсь что всем понравилось